Экспедиция Вон Гора, сезон Старладдер под номером 3, решающие три партии. Один слот для четырех игроков. Кто это будет? Калента, Тайс, Ксикса или Залая? Мы узнаем уже, думаю, через часика два. Именно так. И сейчас у нас партия Калента против Ксикса. Победитель выходит на Тайса, где ребята поборются за выход в гранд-финал, где уже своего оппонента ждет Залая. Итак, Калента против Ксикса. Немного противостояния напоминает Тайса против Залая. Отчасти да, но у Ксикса менее сбалансированный лайнап. То есть у него все-таки более экспериментальные колоды, потому что это все сборки, которые только-только зарождались месяц назад. Соответственно, колодам, друзья, уже целый месяц, потому что ребята заявляли их еще до начала группового этапа. И что это будет за противостояние, ну сказать тяжело, но мы все-таки ставим на Ксикса. Его колоды по всей логике должны выиграть, причем без особых проблем. Вопрос для Калента будет в джейд-друиде. Если Калента сумеет с первого раза выиграть на джейд-друиде, то тогда он поборется. Если джейд-друид, как и в предыдущем Бастов 5, там 2-3 игры зальет, то это все. Ну и у нас еще интересный момент, что слабым звеном для Ксикса может стать Сикрет Медивмаг. Но у этого участника на данном классе хорошие заходы получаются. Именно так. Ну и давайте смотреть, друзья. В бане у нас Рога. Ксикса сыграет на друиде магии Паладине. Это агро-друид, это мидрэндж Мурлок Паладин, и это Сикрет Маг. Ну а для Калента эти колоды мы уже сегодня с вами посмотрели. Мы эти колоды уже достаточно неплохо знаем. Это джейд-друид, это квест-разбойница. Элем джейд-шаман отправился у нас в бан, и это мидрэндж Паладин. С чего будем открываться? Калента в предыдущем басту 5 открывался с друидой, и не особо у нас волновался по этому поводу, поэтому... Думаешь, и здесь также же откроется, понимая, что друид слабое звено, и попытается по-быстрому избавиться от этой колоды. Судя по улыбке Ксикса, направленной куда-то в сторону, он играет не сам. Ну посмотрим. Вполне возможно, что Элоис ему как-то помогает, а вполне возможно, что играет он сам просто. Элоис там что-то ему подсказывает насчет первого пика бана. Отвлекает, я думаю, просто банально разговорами. Ну что, готовятся у нас ребята уже сейчас играть. Касательно лайнапов, мы с тобой сегодня уже сказали так много, что особо-то и добавить нечего. Уже обсудили, увидели реализацию данных лайнапов. Ну и ты посмотри, как Ксикса умудряется ловить такие старты на маги. Я, честно, я не понимаю. Возможно, это не идеально. Тут хотелось бы видеть арканолога секреты, но тем не менее получить манозмея, получить медива, лакея медива на мулигане, это шикарно. Да, но на самом деле рука у Ксикса просто великолепная. Сумеет ли он выиграть с такой рукой? Сейчас посмотрим. Здесь ему прям нужно мега агрессивно открываться, например, с двух монозмеев. А может один монозмей, а потом уже второй монета и петроглиф? Для того, чтобы прокачать сразу двух монозмеев к двойке атаки. Есть возвращение в руку с помощью шага сквозь тень, но вот три существа не радуют. Не хочется тебе крутить глаз ни на одном из них, поэтому прожимаем способность героя и атакуем по монозмею. Смоленой страж, по крайней мере, может в дальнейшем немножечко сдержать этого мага и в идеале сейчас с петроглифа поднять, возможно, даже секрет от мага. Антимагию вполне возможно. Пройдет у нас тут неплохо. Это... Дельное превращение, кстати, тоже интересная опция. Может быть, но забирает все-таки отраженную сущность и три пробивает в лицо. Уксикса. Все ок. По столу и теперь ход для калента. Вот это Таркрипер, он же Смоленой страж. Секрет Лакей Медива, но в любом случае придется тебе одно из существ отдать. Смоленого стража можно вообще не атаковать и поставить, предположим, маг Керентора. Вот любопытно, что выберет, но я думаю, что Лакея нужно реализовывать, пока у тебя будет секрет. Что-то делать, что-то делать. Возможно, вообще секрет способность героя, но это медленно. Ну, что выберет Ксикса? Вариативный ход. Все-таки Лакей и... Или-или. Лакей или маг. Выглядят оба варианта очень неплохо, но за счет Лакея у тебя чуть получше размен. Плюс ты хотя бы после размена одного из монозмеев добавляешь существо на стол, два, три. Да, еще одно существо ты добавишь благодаря Отраженной Сущности, и Калента сейчас может это обыграть, вначале поставив Кабана, а не Смоленого стража. Ну, тут видишь, такой момент, что этот секрет был поднят с Петроглифа. И все-таки попробуй угадай, что же там такое. Но Отраженную Сущность здесь проверять, это самое простое для него. За счет, кстати, Кабана, как ты верно отметил. Ну, и Кабанчика забирает себе Ксикса. Заберем мы его через последний заряд клинков, и наш Кабан пойдет в лицо. Тупдев для Ксикса. Секрет очень нужен сейчас. Это не секрет. Ну, добор. Печально, что второго монозмея приходится отдать. Хороший Смольный Страж для Калента, и Ксикса сейчас должен не... ...радоваться у нас. Видим, что-то отписывает Ксикса, похоже, что на телефон. Возвращается он к размышлениям. И играется добор. Интеллект Чародия, который приносит ледяную стрелу, огненный шар. Тут у тебя есть отличный размен. Ну, и, в принципе, старт для Ксикса выдался очень крутым. И идем в лицо. 19 дней, здравые уроки. Пятый ход. Талгирский Камнемаг. Хорошо-то Калента играет. Анти-агро карты поднимает. Два Смольных Стража. Талгирского. Да уж, сумел отбиться у нас от стартовой. От стартового натиском со стороны Ксикса. И теперь... К Сиксу уже будет сложнее победить. Но все равно преимущество определенное на его стороне. И играем Ледяную Преграду. Ну и Калента тут теперь уже должен развлекаться. Он видел Чероплета в колоде оппонента из родных секретов. Он видел Антимагию. Он видел отраженную сущность. Отраженную сущность можно проверить, предположим, Мурлоком. Но вот с Антимагией... Подожди, Ксикса в своей колоде еще и отраженку родную играет, да? Помимо отраженки, которую с Петроглифа поднял. По-моему, да. Вот мне кажется, что одна копия была, если мне не изменяет память. Сейчас посмотрим, так ли это. Но кажется мне, что одна копия была. Ну и тут еще и угадать, Калента, нужно. Уже когда непосредственно будут у нас, друзья, колоды, они уже будут по завершению всего группового этапа. Соответственно, сегодня у нас закончится. То есть уже на днях буквально завтра-послезавтра ждите все колоды в открытом доступе у нас в группе StarLadder. Поэтому подписывайтесь на StarLadder и посмотрите на колоды топовых игроков. Может ли рассчитывать здесь Ксикса на финиш через урон? Есть у него огненный шар, есть у него ледяная стрела, которую придется потратить. Опа! Локей! Вот локей здесь выглядит очень круто, чтобы разменять провокацию. В целом, давай посчитаем урон, который есть. Шар, стрела это у нас 9. Есть у тебя портал, ну и в несколько ходов можно рассчитывать здесь на летал. В 2 хода, то есть же на 8 ты убьешь своего оппонента, поэтому я думаю, что нужно все пробрасывать в лицо. Прямо сейчас ты можешь ставить своему оппоненту. То есть Калента 6 плюс 4 это 10, того 9 единиц здоровья. Соответственно, Frostbolt Pink это 4 и портал его убивает на 8 ход. А у тебя висит ледяная глыба, и ты в любом случае не умираешь. Поэтому этот ход является действительно сильнейшим. Да, или просто Frostbolt Pink на следующий огненный шар плюс способность героя. Или даже на следующий мы сыграем портал в лицо и потом добьем через огненный шар. Итог один и тот же. К 8 ходу Калента погибает. То есть ему нужно сорвать ледяную глыбу сейчас. Но, к сожалению, без выполненной задачи с такой рукой это нереально абсолютно. Ну и мы приходим к тому, что Ксикса близок к победе с первой попытки на своем Секрет Маги. А это считается слабым звеном в его лайнапе. И выигрывая он с первой попытки, он оставляет минимум шансов для Александра на выход по турнирной сетке дальше. Да, ну и плюс, помимо всего прочего, даже не учитывая, летал из руки у Ксикса за два хода, тебе еще нужно как-то с этим столом справиться. А стол тут очень неприятный. Огневичок возвращается через шаг сквозь тень в руку. Опять Здесь мы добавляем огненечка за ноль. И умираем прямо сейчас. Один ноль в пользу Ксикса. Да. Здесь лета у нас есть, обилочка, огненный шар. И это ровно 12. Минус. Альента 1-0 в пользу Ксикса, и Рога проигрывает в первом противостоянии. Для Ксикса отличный стат. Опять же, повторюсь, все-таки в его руках эта колода сильна. То ли редакция, то ли более-менее сбалансированная кривая маны, то ли какое-то магическое везение Ксикса на этой колоде. Но у него заходы выглядят очень сильно на этом маге. Избавляется Ксикса у нас от этого мага в своем лайнапе. Для него Друид остается Паладин. Это у нас Агродруид. И это Мидрэндж Мурлок Паладин. Да, именно так. Но и для Ксикса остается выбор из двух колод. Вот любопытно, что сейчас будет забирать Ксикса. Этот игрок не надеется у нас на рандом, в отличие от Калента. Потому что Калента мы видели, по крайней мере, раньше выбирал классы благодаря рандомайзеру. Для того, чтобы было невозможно прочитать. А вот Ксикса у нас всегда надеется на чтение своих оппонентов. Ну и очень часто у него это получается, как мы видим. И что? Будем стартовать игру по номерам два. Ну здесь скорее вопрос для Калента. С одной стороны, он может остаться на Роге и попасться на Агродруида, что тебя совсем не устраивает. С другой стороны, если ты меняешь колоду, Ксикса может взять Паладина и выиграть достаточно удобный для себя матчап. Потому что Рога с Паладином играет, ну, скорее решает заход. А вот Рога против Друида, фаворит Друид. Вот давай, наверное, остановимся с тобой на матчапе Разбойница, Кваст Разбойница против Дрянь Шмурлок Паладином. Ну посмотрим. Мне все-таки кажется, что Паладин нужно встрять напоследок и его сейчас забирать Друида. Тогда Калента нужно менять колоду. Да, ну вот видишь, ты была права, именно Паладина забирает Ксикса, вот Калента решает сыграть Зеркало, забирает Пала. Я думаю, что Калента просто ни в коем случае не хотел попадаться Рогой на, скорее всего, Агродруида. И вот тут вот ребята просто решили махнуть колодой и увидим действительно Зеркальное противостояние. Ну и опять-таки наличие монеты для Ксикса. Это не очень хорошо. Тут заходит Мурквизитор. В ответ Мурквизитор. Тут в темпе эти ребята время не тянут по-напрасну. Ну и у нас для Калента есть Полководец, Озерный Охотник, кстати, заходит, очень круто смотрится. Есть Мегазавр и Серебряный Клинок. Все-таки рука Калента выглядит более цельно в плане Мурлоков, адаптации. А вот для Ксикса второй ход пока пустой. Но вот Мурлинзя, может быть, что-то изменит? Это способность героя и... Да, судя по руке, у нас тут будет противостояние, где будет выступать агрессором. Именно Александр. А вот Себастьину будет тяжело. Ну, ему на самом деле, в принципе, сейчас достаточно нелегко объяснюсь. У нас большая разница с Китаем по времени. Ксикса сейчас находится в Китае. И вот буквально вчера он объяснял нашему судье, что он сильно устал. Он подвымотался. Ну и тем более игра для него особо ничего не решала. Он и так попадал в сетку последнего шанса. Ребята по-быстрому сыграли небольшой шоу-матч. Но сегодня ему нужно выкладываться по максимуму. Потому что побеждая Ксикса в этой партии, далее проходишь ты Тайса, проходишь Залаеву, возможно, и ты едешь на Ланы. Поэтому сегодня Ксикса, конечно, постарается по максимуму, но время у него уже позднее. Если бы он выиграл в первой игре против Залаеву, все было бы назначительно круче для немецкого игрока. А вот тут приходится воевать в лузерах лишь за право продолжить борьбу уже по финалу. Если у венеров у тебя остается шанс на ошибку, то в сетке лузеров ошибка стоит тебе слота. Именно так. Мурлок-волнамут играется. Затем нажимаем способность героя и играем Мурквизитор. Все равно, по последовательности мы бы играли сначала Обилка-Мурквизитор или Мурквизитор-Обилка. И забираем у нас Мегазавра. Пятый кристалл маны в доступе для Калента. Ну и сейчас, как будем отыгрывать для Калента. О, замечательный топ-даг. Это полный размин стола плюс кода. Хотя, возможно, мы все-таки кода на Мурлинзю придержим. Кода сейчас очень хорош, но мы видим Мурлинзю на следующий код, а кода ты только что отдал. Но Мурлинзя у нас разменивается только с добавлением еще чего-то с этим столом. Либо освещение, либо серебряного клинка. Ну и Калента так повел бровью. Но зато ты сейчас можешь внести 7 единиц урона только со СТА, оставляя твоему оппоненту 13 единиц здоровья. Это еще без учета серебряного клинка. И возможности добавить Волнамута на стол. И с серебряным клинком мы будем бить по лицу? Вот в чем вопрос. Да, уже здесь у нас уходит фулл-фейс Калента, даже отдавая одну прочность серебряного клинка в лицо. Грибнистый скакун. Хорош топдек. Неплохо. Это, наверное, лучший ход, чтобы защититься сейчас. Или все-таки консекрейшн. А много ли с освещения ты забираешь? Ну, ты забираешь двух Мурлоков со стола, то есть под возможного Тарима это сильно. Под возможного Тарима, да. Но ты оставляешь своему... Ну, во-первых, ты не получаешь провокацию. И залетит там адаптация под серебряного клинка. Под серебряный клинок это и летал тоже может быть, поэтому... Ты летал. Один ов. Нет, стоп, это один ов. Квалити. Далее. Мурчидином добили у нас Финджи. Дальше сыграли освещение. Ударили серебряным клинком. 7 хп у нас со стола. 5. Нет, это вообще 2 ов. Можем как-то насчитать больше. На квоу, удар. Равенство Мурлок 1-1 забирает Мурлиндию. За счет освещения и серебряного клинка ты проходишь с дегаблона и наносишь 5 урона в лицо. А, ну стопы, вариации хода это 2 ов. Остального урона точно нет. И как выпутываться ксиксам, это предположим освещение в ответ. Ну что, неужели для ксикса возможность камбэкнуть? Сейчас ты чистишь, если тебе не прилетает летал, ты потом можешь поставить просто Тарима, затаунтиться и твой оппонент тебя банально может не пробить. Ну и что, топдек 2-го освещения, топдек серебряного клинка. Вот те карты, которые сейчас помогут Александру. Ну, будет ли это топдек? Да, это топдек для Калента. 1-1. Интересно, будет партия. Иксиксов так слегка улыбнулся. А ведь неплохо играет Александр. Да, и стартовал у нас именно агрессивно. А Калента, хороший был старт, плюс он именно первый начинал выставляться по столу. Благодаря отсутствию монеты. И теперь он сумел дожать. Ну вот, если бы не второе освещение, то вполне возможно, все было бы плохо для Калента. Но остается Джейд Друид плюс Квест Разбойник против Мурлок Паладина и Агро Друида. Обе колоды играют очень тяжело с Агро Друидом. Ну, я думаю, что после предыдущего 0.3 на Друиде будет сейчас забирать... Нет, все равно забирает Друиде. Мне вообще-то казалось, что заберет Рогу. Я думаю, он попытается сейчас просто выиграть, по его мнению, невыгодный для себя матчап, чтобы выходить потом на Квест Разбойница. Хотя порядок пика в данной ситуации, вот в сетке последнего шанса, в лузерах, уже ничего не решает. Если на групповой стадии ваш счет еще значил, хоть немного, то здесь тебе нужно всеми колодами выиграть. Это понятно, но вот при счете 1-1, у тебя остаются 2 колоды, 2 колоды оппонента. Это очень важно попасть для себя на наиболее выгодный матчап. Вот в этом плане, то есть очень важен порядок пика, что мы соберем сейчас. То есть попадем мы, например, там Друид-Пал или Друид против Друида. Ну и здесь даже улетает гнев от колента в Волнамута. На столе остается Озерный Охотник. Далее для колента есть у нас Малиной Страж и Прожорливая Слизь под Возможное Оружие. Но здесь Ксикса копает провокацию. Это Древо Цветения, это Синопологниус или Защитник Трущоб. У нас есть 4-й ход, у нас есть 5-й ход. То есть нам как раз нужен был 6-й или 7-й. То есть выбор был между Древом Цветения и Защитником Трущоб. Выбрали мы в итоге Защитника Трущоб. Ну хорошо реализованный Защитник Трущоб. Сайви твой стол. Как разбираться с Смоляным Стражем? Он может пассивно сыграть пока на пробав, а далее уже разбирать его следующим ходом. То есть Гидролог плюс Озерный Охотник ты предлагаешь? Может быть Гидролог посмотреть секрет. Надо же секрет сыграть. В зависимости от того, какие секреты зайдут. По крайней мере, с Защитника Холмов, возможно, ты получаешь еще добор хорошего таунта. Это может быть дополнительный Тирион, это может быть дополнительный Тарим, который дает тебе еще Вин Кондишн. Забираем в итоге... Угу, забираем Noble Sacrifice вообще. Вот это интересно. Атаковать будем? Атакуем поставляемся под размах. Который как раз на четвертый ход должен залетать от Калента. Мне кажется, есть все-таки смысл придержать этот стол, но Ксикса все-таки ударяется Озерным Охотником. Ну и размах теперь справится у нас как минимум с тремя существами со стола. Если Калента его все-таки будет отдавать. Если тут причины не отдавать на размах. Ну, скорее думал, куда на выгодне там Озерного Охотника и оставить провокацию на столе или так, но... Такой ход убирает три существа с игровой доски и Сребряный Клинок. Заходит с топ-дека, но, понятное дело, что мы прям в Лук Нинджи. Бить смысла не имеет. Ну и вот тут для Калента очень неприятная ситуация, потому что что-либо ставишь на стол, попадаешь в просак. Ибо Мурлиндзе добивает любое там своих существ на потоке там 3-6. Хотя ты можешь поверить, что там нет Серебряного Клинка и, соответственно, не справиться с Чудищем. Но только Серебряный Клинок в данной ситуации дает для Ксикса возможность реализовать Мурлиндзе. Поэтому Калента с монетки отыгрывает нефритовое чудище. Друзья, нам тут обещают, что колоды будут завтра-послезавтра, поэтому проверяйте социальные сети Старладера. Также смотрите наши группы ВКонтакте, мы обязательно сделаем репост, если все-таки будут колоды. Но обещают в течение двух дней. Ну раз обещают, значит будут. И теперь полководец. Достаточно вкусно получается. И вот, возможно, именно под этот момент Ксикса брал самопожертвование. Как возможность обмануть и засейвить, например, Мурлиндзю, если, не дай бог, Калента не проверит самопожертвование предварительно. Есть такое дело. Но теперь нужно только через способность героя проверять. К способности ты добавляешь прожорливую слизь. Есть такое дело. Озарение и чешую трогать не стоит, ибо ты хочешь сыграть вместе с гоблином. И промахивается у нас здесь Калента, проверяя секрет. Вот именно на это, я думаю, и рассчитывал Ксикса, забирая самопожертвование. Ну просто пытаться как-то крутить гоблина слабо, потому что забирается гоблин только через... даже через серебряное длино. Без особых проблем. Но мы видим, что здесь вообще есть очень сильный ход через возможность призвать дополнительных Мурлоков. Еще и тебе защитник трущоб, еще и мегазавр есть. И это выглядит просто шедеврально. Да, все здорово тут для Ксикса. Ну и похоже, все-таки для Калента в этой партии потенциала нет. Но как мы уже сегодня с тобой отмечали, в такой ситуации его может спасти только, например, какой-то идеальный Йог, но в этой колоде мы не видели Йогсарона. Да, исторический, убирает только Мурлиндию и один божественный щит. Печаль, беда, но лучших хода нет. Мы ставим на доисторического дракона. В ответ может ли мегазавр нам принести Летал? Смотря какая адаптация выпадет. Безусловно. Яд. Что у нас на столе? 3, 4, 8, 11, 11, 12, 20. Ну что, ведет к Сиксам? Ну, кстати, остается одна колонна, друзья, это Друид. И если не изменяю память, это был Агродруид. Это действительно Агродруид. И я не верю в проигранные две партии от Агродруида. Ну, была у нас уже похожая ситуация сегодня, когда у Залая остался Друид. По-моему, только одну игру он проиграл на Друиде. Или вообще не проиграл. 3-0 было или 3-1 против Тайса? По-моему, 3-1. Ну, там прям с Голдфишем был Джей Друид от Тайса. А, точно, точно. Прям там был такой Голдфиш. Ну, один Голдфиш у нас же сегодня выиграл на Джей Друиде. Возможно, выйдет еще одна победа для Анифридруля. Но предыдущую игру, как и многие другие, Джей Друид у нас проигрывал. Ну, и здесь для Ксикса выигрывается на роли монетка. Рука выглядит неплохо. Огневичок, Ворон, Марка и меткая Шираджа. Еще и птенец. Будет тяжело. Будет очень тяжело. Озарение нужно. Это не озарение. Ну, способность героя удар по столу в лицо бить это точно не вариант. Ну, у тебя хотя бы на третий ход есть Смоленой Страж. Это слабое утешение, но все же. Здесь Ворон. Знак Лотоса на пробав. И влетает 4 единицы урона в лицо для Калента. Калента. 3-5. Существом на столе погибает элементарно. Отпор на 5-5. Выйдет еще и сейчас. Еще один колдовский Ворон. Ну, через два размаха, возможно, нужно играть до Калента. Почему я уходу? Пам-пам-пам-пам. Первый размах убирает на существо 5-2 и наносит по единичке урона. Ну, понимает Ксикса, судя по этому ходу, что есть в руках еще один размах. Поэтому два существа 3-3 ставятся на стол. И 6 демоджа мы отправляем прямо сейчас. Итого 16 единиц здоровья у Друля. Ну и даже второй размах здесь убирает 3 существа. На столе остается 5 единиц урона. И все-таки здесь для Ксикса отличные шансы. Только ты Краба не можешь поставить. Вот это единственная проблема. А там для Калента уже выходит нефритовое чудище. Выходит провокация. И Ксикса нужны хорошие топдеки. Краб у нас, друзья, так же, как и опытный охотник. Не может выйти, если у него есть таргетная цель под его. Способность. То есть, если у тебя есть мурлок на столе, то Краб его обязательно должен съесть при выстреле. Не можешь выстрелить без этой обилки. Ну тут нефритовое чудище. Сила дикой природы. Дает тебе сейчас размен. Четыре единицы урона ты можешь нанести в лицо. И тебя устраивает топдек размахом. Не хотим к Крабам сейчас съесть мурлока. Что лучше 5 единиц или 3-4? Два размаха уходила. Но... Джейд. И гнев. Так что да, я думаю, что стоит есть. Ну ты мне кажется, что стоит. Ешь! Приятного аппетита, мистер Краб. Я думаю, он счастлив. Финдрал плюс звериное неистовство поможет нам забрать одно из сейчас игровой доски и даст нам 8 единиц брони. Три или четыре урона мы получим уже прямо сейчас. Даже за счет двух размахов Кален-то продержался до седьмого хода, но мало здоровья. Даже несмотря на звериное неистовство, под Финдралом, ты получаешь и атаку, и армор. Есть ли вариант стандак, который нас спасает? Ну размахистый выиграешь. Гнев. Ой, не гнев, в смысле орев. Но это ни одно, ни второе. Придется тут игнорировать Финдрала. Нужно уже пытаться дожимать. Бьем в лицо! Ну и Кален-то сейчас доберет у нас картишек. Им нужна звери... Чешуя. Чешуя или звериное неистовство? Причем в идеале и чешую найти, и гнев. То есть нужны ремовалы плюс армор. Ну и по сути с Финдралом на столе мы сейчас за всего три Кристаломана добрали три карты. Пойдет. Самое обидное, что здесь даже по джейдам для Кален-то все сложилось не лучшим образом. Джейды выглядят слабенько на данный момент. И ты даешь время на топ-деке оппоненту. Если у нас Ксикса поднимает живую ману, то у тебя проблемы. У тебя нечем чистить банально, кроме доисторического. Нервы, это очень здорово. А заренит хорошо, плюс чешуя и играем нефритовый цветок. За бокал у нас режим наблюдения. Привычный для друидов у нас уже. Друиды в этом плане всегда были проблемными, мне кажется. Ну, можем по камере Ксикс ориентироваться. Судя по всему, это консит. Нет. Получил пирата и восемь единиц здоровья у Кален-то сейчас. А я черная лапа. Дух. Ну, и здесь пытается Кален-то как-то нагнетать обстановку и раскачивает Джейдо уже до размера 4.4. Тут для Ксикса. Мы пока не знаем, что это. Уже знаем, это Мурлок. У нас Волномут. Боже, все, у меня же Волномут. И вон Синие шабры. Волномут и Волноловый. Столько Мурлоков развилось в последнее время. Но пока еще Ксикса один ход живет. Ну да, 16 урона на столе. Буйный рост. Далее избыток маны. Еще один буйный рост. Калента ищет сейв. А ведь смотри, Джейд Друид опять выбирается из бездны, потому что здесь Калента поднимает звериное нистовство. И теперь Ксикса его не добивает уже никоим образом. Это 2-2 и это пятое решающее. Да, и Джейд Друид у нас победил со второй попытки. Может зря мы его гнобили? Я вижу. Ну, определенно не зря, учитывая последние турниры, и если ну, как бы два раза победил, это не значит, что до этого шесть поражений это хорошо. То есть, ну, колоды, если даже идет 2-6 банально за сегодняшний день, это уже не здорово. Ну и разбойник против Друида однозначно мача в пользу Ксикса. По всей логике именно он должен выигрывать, но Рога квест с Голдфишем это просто шикарный класс. Но этот самый Голдфиш нужен. Ну, у Калента всегда есть шанс поднять Смольных Стражей, Талвирских на 4-й ход, например, при синергии с Эльемами. Нам сегодня уже показывали хороший заход квест-разбойницы, но, судя по руке, для Калента будет тяжко. Выходит Огневичок, чтобы хоть как-то занять стол. Дает в руку у нас пулка в элементале. Первый ход для Ксикса. Есть возможность выставить Мурлинзю очень быстро. Это дает тебе неимоверное преимущество в данном противостоянии. А там все это накрыть метка Лотоса и начнется вернее, простите, знаком Лотоса и начнется грязь. Посмотрите, на лицо Калента когда увидит Мурлинзю расстроится или как обычно сохранит такое спокойное выражение лицо, да. Видим, что Калента спокоен. Даже брови не повел. Все, для него окей. Нельзя морозить существо в оставился. А жаль, я думаю, что сейчас на эту тему Калента немножко грустит, если бы была такая возможность. Было бы классно. Ну и ход по номерам три, это на самом деле непростое решение. Ты сейчас никоим образом не помогаешь себе выполнить задачу. Все существа, которые выйдут на стол, они не будут полезны. То есть это всего лишь существа с одной единицей здоровья абсолютно всем. Максимум, что они тебе дадут, это просто количество, но не качество стола. Ладно, будь у тебя хоть частично выполненная задача, ты бы мог рассчитывать на усиление этого стола, но этого нет. Здесь малыш ровозавр для ксикса. И сейчас малыш ровозавр вполне может сыграть, потому что на столе будет три существа. Посмотрим, как сыграет здесь у нас ксикса, потому что все-таки есть у него возможность добавить побольше мелочи на стол под знак лотоса. Ну, два полководца это рывок. Это 100% на рывок плюс пробавши. Это очень страшно. Как же это грязно. Причем квас-трога это ну, никак не может забрать. Ну, подготовка плюс исчезновение, но это наверное единственный вариант, который вообще существует для разбойника, чтобы справиться со своим столом. Или голодный краб, и там неимоверное количество прокруток. Ну, это только исчезновение как из рациональных, только избавляет тебя от проблемы на этот ход. Краб да, но под краба нужно было в эти мар просто прокруток. Причем желательно на что-то по типу шаг сквозь тень. есть ли у тебя предположение, что здесь делать? Крутить осколок? Окей, осколок морозит у нас марлинзю, возвращаем его в руку и морозим синежаброво. 11 урона. Можно выставить матроса, разменять синежаброво. или даже наверное все отдать в полководца, затем заморозить ледяной осколок и вернуть все в руку. Да, вот именно последнюю идею выбирает Калента, но это не более чем просто возможность сдержать, то есть уменьшить количество урона на следующий ход, и продержаться еще один ход хотя бы. Но это не фризмаг, это не колода, которая там дальше будет морозить этот стол, доживет спокойно до Аликстраза, сыграет Айсблоки и уже будет веселиться. Это разбойник, разбойник очень уязвим к тому, чтобы получать по лицу. Рев, 7, 8, глазастик, 9, 19 урона, правильно? 3, 7, 8, 9 с глазастиком, 2, 4, 6, 8, 10. Да. 19 урона, 5 офф. Может пробьем, пока у нас стол есть? А как он заберет стол, даже если у тебя... Ну, то есть, как ты верно отметил, это не фризмаг. Заморозить стол он не может, зачистить он тоже его не может. Смотри, крайне левая карта, например, это подготовка, сейчас с топдека приходит исчезновение, или наоборот, крайне левая карта это исчезновение, то, что наш оппонент еще не трогал, и с топдека приходит подготовка. знаешь, это как из таких вариантов. Ну, ты потом все равно это все можешь вернуть опять же на стол. Все-таки малыш Робозавр получает адаптацию, плюс 3 к атаке, место в 100 ветра и неуязвимость к заклинаниям и атакам. Глаза, стекзак, лотоса, который дает плюс 1-1 всем твоим существам. Да, это, конечно, очень сильно против такого захода. Да тут, знаешь, и не только в заходе дело. То есть, ну, вот, если просто... Здесь комплекс, на самом деле. Это лайнап. Ну, смотри, там на Джей Друиде у Календа был просто божественный заход, который помог ему выиграть. Нет, ну, я не спорю, я сейчас говорю конкретно о данной игре, потому что выглядит все очень страшно, как раз-таки за счет того, что Ксикса, извини меня, на второй ход созарения и монетки поставил Мурлиндзю. Причем Мурлиндзя принес двоих полководцев. Нет, спору нет. Мурлиндзя силен, но смотри, окей, не Мурлиндзя, одна из гидр, не гидры. Я... Живая мана там, ну, то есть там живая мана, понятно, что уже к пятому. Я даже не спорю, для меня фаворитом является действительно Друид, но здесь для Ксикса получился вот прям крутой-крутой старт, причем получился мало того, что крутой. Так еще и игра получилась красивая за счет вот некоторых комбинаций. Ну, друзья, есть как есть. Калента покидает у нас эту сетку Last Chance первым. Уже, напомним, в гранд-финале Зелая ждет своего оппонента, но он сейчас Тайс будет сражаться против Ксикса. За право сыграть непосредственно против Зелая и побороться за последнюю путевку на ланд-финале в Киеве, который пройдет 9-12 июня, то есть уже через две недели. Субтитры создавал DimaTorzok